Парни, расскажите о самых неловких мужских ситуациях. Я был один в кабинете, когда почувствовал острую необходимость поправить положение мошонки. Моя рука была в штанах по запястье, как вдруг в кабинет вошел мой босс с сердитым видом. Глазели друг на друга примерно полсекунды, и он ушел. Так и не узнал, почему он был рассержен. Как-то раз в девятом классе я пришел к выводу, что кожа моего лица слишком сухая, и решил одолжить у мамы увлажняющий крем. Проснулся на следующее утро, посмотрел на себя в зеркало, понял, что это был увлажняющий лосьон для загара. Одноклассникам рассказал, что уснул с книгой в руках под включенной лампой. Даже не знаю, стоило ли это выдумывать. Может, настоящая причина была бы менее позорной. Я как-то раз брил волосы на лобке в ванне родителей над унитазом. Я делал это впервые, поэтому там собралось очень много волосни. Я забыл смыть за собой, и родители потом целую неделю подкалывали меня. Я на этом не остановился. Я брил волосы на лобке над бумажным полотенцем. После того, как закончил, свернул салфетку, и по какой-то причине мой недоразвитый мозг решил, что было бы интересно бросить комок в окно, как баскетбольный мяч в корзину. Он упал прямо на террасу, где сидели мои отец и брат. Немой взгляд, который отец бросил на меня, содержал в себе все синонимы слова «идиот». Эх, а я учился в старших классах, когда батя спросил меня, почему в сливном отверстии душа так много волос. И я быстро ответил ему, что брил подмышки, чтобы не воняли. Он поверил и пошел по своим делам. На следующий день я принял душ и в одном нижнем белье пошел в свою комнату. Отец увидел меня и заметил, что я стал более мускулистым. Я занимался спортом. Он попросил меня напрячь мускулы. Когда я сделал это, на его лице появилась такая ухмылка, и он сказал мне, что мускулы стали заметно больше. Я лишь потом понял, что он просто хотел взглянуть на мои подмышки, чтобы понять, подмышки ли я на самом деле брил тогда или другое место. Я сидел на работе в скайпе, у нас была видеоконференция, у меня был отключен звук. Я пернул от всей души. Звук стал еще сильнее из-за моего нижнего белья из спандекса и деревянного стула. Только звук на самом деле был включен. Кроме того, поскольку никто в это время ничего не говорил, программа выставила меня как спикера, и в течение 5-10 секунд все видели мою фотографию. Недавно услышал похожую историю от коллеги. Пожилому сотруднику, который не совсем точно знал, что такое видеоконференция, срочно захотелось в туалет прямо посреди конференции. Он отключил камеру и пошел в туалет со своим ноутбуком. Он отключил звук до нуля, чтобы никто его не слышал. И на протяжении 10 минут опорожнялся. Загвоздка была в том, что тот регулятор громкости, который он отключил, не отвечал за то, слышат его другие участники конференции или нет. Его микрофон был все еще включен. Каждый раз, как раздавался пердеж или плеск воды, он оказывался в центре внимания. Но так как его звук был отключен, он не слышал, как все ему кричали. Я не понимаю, зачем ему нужно было брать с собой ноутбук в туалет, если он все равно все выключил, кроме микрофона. Бедный мужик. Я тогда учился в колледже на первом курсе. В 2 часа ночи на моей кровати в общежитии сидела девушка и отдирала этикетку с пластиковой бутылки. Затем она сказала, «А ты знал, что только сексуально неудовлетворенные люди отдирают этикетки с пластиковых бутылок?» Я ответил, «Хм, каждый день узнаю что-то новое». Она ушла, и я еще долгое время оставался девственником. Мне пришлось решиться на обрезание уже будучи взрослым. Врач велел мне максимально содержать свой лонгер в чистоте, так что я на протяжении нескольких дней не делал того, что обычно делаю каждый день. Пока они делали свое дело, мой пестик вдруг ожил и обстрелял все вокруг. Ощущение было очень странное, потому что я ничего не чувствовал из-за местной анестезии. Я чувствовал лишь сокращение мышц в этой области, а затем почувствовал, что медсестра приложила салфетку к моему животу, чтобы вытереть жидкость. Операцию проводили хирург и три медсестры. Они молча все вытерли и продолжили, как ни в чем не бывало. Я так рад, что мне не придется больше с ними встречаться. Мой кореш как-то раз в баре прищемил яйца, когда садился. Я целых пять минут угорал над ним, потом пошел к стойке за напитками, а когда вернулся и сел, тоже прищемил себе яйца. Как-то раз на тренировке по бейсболу у моего кореша начался понос. Он примчался в туалет, опустил сидение, одновременно пытаясь сесть, и пока садился, прищемил яичко между сидением и унитазом. Раздавил яичко. Его пришлось везти в больницу. Сейчас ходит с протезом яичко. Я был на вечеринке в честь суперкубка, и в какой-то момент патриоты, я болею за них, забили. Я подпрыгнул с криком «Йиху!», а затем быстро сел и прищемил яйцо о жесткий деревянный стул. В баре я был единственным, кто болел за патриотов, поэтому все уставились на меня, когда я соскочил со стула и упал на пол в позе эмбриона. Все проявили участие, начали спрашивать, что случилось. Когда я пискнул в ответ «Прищемил яйца!», все мужики в баре забыли про меня и начали вспоминать аналогичные случаи, которые произошли с ними. Девушки же казались ошарашенными, но скорее тем, что не понимают, о чем речь. Шел по отелю и увидел красивую девушку. Когда она прошла мимо, оглянулся, чтобы полюбоваться. Заехал яйцами по краю стола, который был у меня на пути. Бьюсь об заклад, ее уверенность в себе поднялась до небес, когда она поняла, что от одного ее вида парни натыкаются на предметы перед ними. Моя сестра с подругой шли по пляжу и увидели, как два парня играют в футбол. Один из парней заметил их, отвлекся и словил мяч лицом, как это бывает в фильмах. Мне казалось, что я был один в одном из кабинетов офиса, когда решил вытащить из носа мешавшую дышать козявку, вместо того, чтобы воспользоваться носовым платком, как подобает взрослому мужчине. Вдруг буквально из ниоткуда возникла коллега, пока мой палец был примерно наполовину в ноздре. Я застыл на месте, как пойманный на шалости ребенок, не решаясь вытащить палец, чтобы она не увидела козявку, которую я пытался вытащить. Я запаниковал и сказал, «Привет, Барбара». Естественно, палец все еще был у меня в носу. Она просто секунду смотрела на меня и пошла дальше. Мы с ней никогда не обсуждали случившееся, но даже спустя 10 лет, когда я вспоминаю об этом, на меня накатывает ужас. Как-то раз в детстве мой дружок застрял в ширинке. Там до сих пор есть шрам из-за этого. С тех пор всегда ношу нижнее белье. Парню с моей школы сделали обрезание только из-за того, что его крайняя плоть очень крепко застряла в молнии его штанов. Со мной такого не случалось, но как-то раз подрядчик разговаривал с одним из своих парней у нас в офисе. Разговор шел о работе. Когда они договорили, он сказал, «Люблю, целую». Потом сразу же сказал, «О, черт, извини, дружище, привык говорить так жене». Не уверен, что это в тему, но это было довольно забавно. Чистил бассейн пылесосом для бассейна и начал вытаскивать его, хотя он был еще включен. Вдруг пылесос присосался к моему левому яичку через мои шорты, и я уже думал, что буду кастрирован чертовым пылесосом в бассейне. Изменено. Не все поняли, и это неудивительно. Я живу в Австралии, и порой у нас очень жарко. Поэтому, вместо того, чтобы стоять возле бассейна и направлять пылесос с помощью ручки, я, надевая маску для подводного плавания, ныряю в бассейн и двигаю пылесос своей рукой. Мне было лет 13 или 14. Как-то раз я пришел домой со школы, пошел в туалет, сел на унитаз и начал гонять лысого. Будучи слишком увлечен своим новым хобби, я не обратил внимания, что одна из моих ног упиралась в дверь, и на моих ногах все еще были ролики, так что все в доме могли слышать равномерное постукивание о дверь туалета. Звук был почти такой же, как от кровати, ударяющейся о стенку. К моему ужасу, мама подошла к двери и спросила, «Что там такое? Ты в порядке?» Заикаясь, я ответил, «Я... я просто... я просто пинал дверь ногой, мам». Будто такому объяснению кто-либо мог поверить. Мы никогда не говорили об этом с мамой, но я знаю, что она обо всем догадалась. Мы живем рядом с главной улицей, но наш балкон находится на той стороне дома, которая не выходит на улицу. Огромное дерево заслоняет наш балкон, поэтому обычно по утрам я спокойно выхожу на балкон подышать свежим воздухом, иногда в одних трусах. Однажды, едва встав, я, как обычно, приготовил кофе и вышел на балкон в одних трусах и с жестким утренним стояком. И слишком поздно заметил, что около дюжины подростков, отправившихся в поход во главе с молодой девушкой, стояли на тропе рядом с главной улицей. Я простоял пару секунд с поднятым флагштоком, прежде чем медленно ускользнуть в дом. Уж не знаю, связано ли это с тем, что они видели, но больше подростки мимо нашего дома не ходили. Не стесняйтесь, мужики, все мы прищемляли свои достоинства и порой ранили их. Что касается самого позорного момента, это случилось, когда мне было 14 лет, и я подрабатывал на поле для гольфа во время турнира. Одна женщина водила гольф-карт с напитками, она была старше меня и очень горячей. Как-то раз я разговаривал с ней и словил стояк. Когда она ушла, паруса были уже подняты, и я вошел в здание клуба в таком виде. В этом клубе на следующие 30 лет за мной закрепилось прозвище Дерево. В классе пятом я пошел в школьный туалет отлить. Начав ссать, забыл расстегнуть ширинку, моча потекла по моей ноге, мои штаны намокли, и я запаниковал. В туалете, кроме меня, был только один ученик, и я начал умолять его подсказать мне, что мне с этим делать. Мне было не у кого просить о помощи. Он испугался и убежал. В итоге я снял толстовку, обмотал ее вокруг пояса и ушел. Но, естественно, это не помогло скрыть запах мочи. Много лет назад моему парню впервые приснился эротический сон. Но когда он снял трусы в ванной, то увидел, что его семя было черным. Он увидел это черное семя, запаниковал и позвал свою маму. Мама вбежала в ванную с его младшей сестрой, и они обе начали разглядывать то, что было на его трусах. Да уж. Она никогда не видела ничего подобного, поэтому повезла его к врачу. Оказывается, он недавно купил новые трусы, и черный цвет был просто ворсом, который попал в его сперму и изменил цвет. Врач также объяснил ему, что такое эротические сны. Я проводил девушку до ее комнаты, она повернулась ко мне и сказала, «А ты мне нравишься». Я поблагодарил ее и закрыл дверь прямо перед ее носом. Я всю ночь сидел в библиотеке с другими членами исторического кружка нашего колледжа. В кружок в основном ходили только девушки, и я в конце концов уснул прямо на стуле. Пока я спал, у меня случился стояк. Меня разбудила куча девушек, которые хихикали и показывали на меня. Не совсем то же самое, но однажды я уснул в библиотеке, и проснулся только от звука своего громкого пердежа. Я оглянулся и увидел группу девушек, которые смотрели на меня с выражением отвращения. Видимо, я уже пукал некоторое время, пока не проснулся. Когда мне было 9 лет, я полез на футбольные ворота, пока не добрался до перекладины. Те, кто играл в футбол, знают, что на столбах ворот могут быть крючки для сетки. Когда я решил слезть, то поскользнулся, и моя мошонка зацепилась за такой крючок на одном из столбов. Три больницы, неделя лечения, множество швов, и на моих яичках на всю жизнь остались шрамы. Это произошло совсем недавно. Я ходил на корпоративный групповой тренинг. Нас угостили завтраком, одно из блюд было из бекона. Пока я ел, уронил кусок прямо на свою промежность. Весь остаток дня был вынужден ходить с жирными пятнами на промежности, которые можно было принять за пятна от мочи. И так как это были пятна от жирного бекона, отмыть их водой в туалете я не смог. Пришлось тупо смириться с этим на весь день. Признался девушке в любви на нашем первом свидании. Изменено. Рад был узнать из некоторых комментариев, что для вас подобные ситуации закончились благополучно. Однако у меня все было не так. Признался ей в любви, потому что, честно говоря, мы всю ночь не спали, болтали в ее машине и кувыркались. Утром она подбросила меня до моего общежития, и я сказал то, что сказал. Было так неловко, но я плохо соображал, потому что не спал всю ночь. Она лишь посмеялась в ответ. Мы с ней были друзьями с привилегиями, хотя я испытывал к ней настоящие чувства, но она не ответила мне взаимностью. Было очень неловко. Много лет спустя она написала мне в фейсбуке извинения за то, как обошлась со мной. Она знала, что нравится мне, но обращалась со мной как с мусором. Теперь я понимаю, что она просто хотела снова со мной сойтись. Но я уже давно перестал ее любить. Это была очень неловкая ситуация. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok